У меня есть храм, большой белоснежный с золотыми куполами, символ моего родного Камышлова, мой родной Покровский собор. Иногда со службы уходить не хочется, так в нем хорошо. Даже просто смотреть на него и то радость. Бывает придешь в немирном состоянии духов, в скорбях каких-то, на душе тяжело, что молиться не хочется. Присядешь на лавочку возле церковной ограды, посидишь на храм, посмотришь и отлегло на сердце. А вот у моих родителей храма не было. В те времена в храме был склад, потом мусорная свалка. Если бы он не оказался памятником архитектуры, регионального даже значения, храм бы просто снесли, как остальные четыре церкви в городе. А так Покровский собор, вокруг которого вырос наш город, выжил, хотя и сильно пострадал. У моих деда с бабушкой храма не было. У них была Великая Отечественная война, а у прадеда была революция. Иконы моя прабабушка Мария хранила в сундуке в Чулане. По праздникам тихонько доставала, украдкой молилась, а потом снова убирала в сундук. А у меня вот целый храм есть по наследству. От предков достался. Моей маленькой дочке Марии тоже есть. Она после службы выходит, слушает, как на колокольне звонят и радостно повторяет. Динь-дон, динь-дон. И бесполезно куда-то звать, пока звонить не перестанут. Это такая радость для нее, что она просто светится от счастья. На самом деле это великое чудо. Свой храм. Такая милость Божия, что у Тебя есть Твоя Церковь. И у каждого из нас есть свой храм. Это небо здесь на земле. Каждый день это небо Тебя зовет. Все пройдет, а он останется, как останется с нами любовь Божия. Пока верить будем и молиться в родном храме. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok